Здесь, если бачок, он 50-литровый стоит, это нам единственное, помыть нам даже посуды не хватает. У нас стояли баки, и сейчас вот пустые. Вот осталось здесь всё. Это мне только полдник, чтобы помыть ещё листы. В детском саду Колосок атмосфера накалена. Сотрудники оказались, что называется, между двух огней. С одной стороны, по нормам Санпин, без воды детский сад не может работать. С другой, воду отключили в 10 утра, уже после того, как всех детей приняли в группы. Это столько детей, 180, 190. Позавчера было 190 человек детей с праздника вышли. И всё, 190 человек, это получается, чем мы должны их накормить, как мы посуду должны вымыть вообще. Родители куда-нибудь сегодня девают. Мы не можем так работать, поэтому завтра, скорее всего, мы закрываемся, всё. И нам не могут сказать, вот до сейчас, вот я недавно звонила, нам ничего не могут конкретного сказать. Отключение чего бы то ни было – очень популярная мера у местных коммунальщиков, говорит заведующий амбулаторий Владимир Зверев. Накопились долги, долой отоплений в середине сезона. Возник конфликт с администрацией, перекрывают воду и канализацию. Не занимаются абсолютно сетями, это однозначно. То есть не реализируют ни задвижки, ни на воду. Вот где-то какая-то авария случается, надо с всего поселка сливать воду. То есть вот в этом плане, я считаю, что они не занимались этими вопросами. К перебоям водоснабжения жители Чайковского поселения уже начинают привыкать. Буквально месяц назад из-за аварии на водоводе без воды поселок оставался 8 дней. Тогда проблему с грехом пополам удалось решить. Из-за небюджетного фонда было выделено 120 тысяч рублей. Сейчас единственным источником водоснабжения остаются колонки. В них вода пока есть. В поселковой администрации, говорят, воду самовольно отключила управляющая компания. Накануне коммунальщики прислали главе уведомление о намерении расторгнуть договор с администрацией досрочно. Но никто не предполагал, что радикальные меры применят так скоро. Такого не должно быть. Без объяснения причин, в одностороннем порядке взяли и уведомили о том, что они расторгают отношения. Чтобы нам заключить какие-то отношения по обслуживанию системы водоснабжения, нам нужно как минимум два месяца. Нам нужно найти организацию, которая будет этим заниматься, объявить конкурс, провести все необходимые процедуры. Администрация Чайковского поселения направила письмо в прокуратуру и правительство Пермского края с просьбой разобраться в ситуации. Екатерина Полевщикова, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.